Песни и танцы все как и полагается на настоящей ярмарке, а главное такой размах, что дух захватывает. На прилавках игрушки, статуэтки, картины, брелоки, свистульки, елочные игрушки, шкатулки, то и с кем. Всего не перечислить и даже воочию видев, не запомнить. Мне вообще все понравилось красиво, но петушки меня поразили своим рукоделем. Там вообще обалденные такие, вообще ярко-красочные. Вообще мне все здесь понравилось. Молодцы наши устилимские, очень молодцы. Понравилось все. Вы понимаете, прям глаза разбегаются. Я вот по сравнению с прошлым годом, все прям есть такое, что видно, что мастера у нас имеются здесь. И очень много достойных людей. Надо всех награждать и всех поощрять. Действительно мастерство устилимцев удивляет. Это есть авторы, которые трудятся сразу в нескольких техниках. Особое внимание зрителей привлек стенд с необычными светящимися панно, выполненными в стиле индийских мастеров. Тут же красуются мыло ручной работы, а рядом куклы, которые оживают буквально на глазах. Автор тонких и изящных работ Яна Легейда выставляется впервые. Говорит, начала заниматься творчеством пять лет назад именно с кукол, но на этом останавливаться не захотела. В процессе работы, в процессе какой-то новой идеи начинаешь отдыхать, воплощать эту жизнь. И получаешь, когда это все заканчивается, колоссальное удовольствие получаешь, когда все готово. И этим приятно любоваться. Техническую часть своих работ, подсветку для панно, кукольные механизмы Яна выполняет тоже сама. Пользуется интернетом. Среди разнообразия новогодних сувениров есть и другие вещи, предназначения которых понятно не всем. Эта игрушка, она одевается на объектив, чтобы маленькие дети, когда их фотографируют, не пугались. И им было интересно, они смотрели не в сторону, а в объектив. Таких игрушек очень много, можно посмотреть в интернете. Они есть разные, яркие, красивые, разных форм, из разных материалов. Уникальность и изящество новогодних сувениров поразило не только зрителей, но и организаторов, хотя имена творцов и вид деятельности они знали заранее. Ведь заявки на участие в ярмарке принимались за полтора месяца до мероприятия, а количество мастеров было ограничено не более 60 человек. Радует то, что не забывают традиционные промыслы. Они добротные, красивые, качественные, тоже с новыми поисками. Это береста, роспись, резьба. Радуют куклы. Многообразие, качество. Такие интересные, живые, разнообразные. Очень много мастеров работают именно в этой технике, делают именно игрушки. Каждый мастер получил сертификат об участии, а 12 лучших дипломов в своих номинациях. Для того, чтобы определить лидеров на выставке, работало жюри. Но главное, что и участники, и зрители, и организаторы получили от ярмарки заряд новогоднего настроения. Галина Тернева, Наталья Квасон. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова